В кинематографе и литературе часто встречается, что студенты едут учиться по обмену. И это не какое-то воображение авторов, это реальность, о которой мало кто знает. Если ты все-таки выбрал для себя обучение по обмену, то я тебя уверяю, что ты, возможно, не потратишь ни одной копейки для достижения этой цели. Заинтересовала? Тогда поехали! Перед сбором всей документации обязательно предупредите свой университет, так как он является ключевым моментом при поступлении. Готовы ли они предоставить такому же студенту, как и ты? Такие же условия, которые, возможно, будут предоставляться тебе. Следующим пунктом следует сайт университета. Теперь последующие действия зависят только от тебя. Вот так примерно выглядит сайт университетов. Если на сайте не окажется то, чего мы ищем, то есть отдельные сайты определенного университета, в которых все также подробно расписано. Выберите заранее все возможные университеты, которые предоставляют обучение по обмену. Теперь у вас есть хоть несколько вариантов, из которых вы, возможно, выберете для себя то, что вам нужно. Если ты мог заметить, то иногда в низу сайта университетов пишут, что вам нужно предоставить пакет документов. Я не могу утверждать, что данный пакет документов — это все документы, которые ты должен собрать, чтобы уехать учиться по обмену. Но это тот список документов, которые присутствуют в любом университете. Тебе потребуется подача двух заявок — первичная и вторичная. Первичная заявка — это заявка с указанием желаемой специальности и уровня имеющегося образования. Здесь от тебя потребуется копия документа об образовании с перечислением предметов и оценок, копия удостоверения личности, заполненная анкета, бланк выдает университет и фотография по требованию. Подача вторичной заявки. Многие университеты просят только вторичную заявку. Здесь самым главным является получение приглашения. Приглашение из университета — это официальный документ, подтверждающий зачисление абитуриента в высшее учебное заведение. Он составляется в форме письма и содержит основную информацию об организации, абитуриенте, а также факультете, на который принят, и предполагаемом сроке обучения. Для получения приглашения нужен пакет документов, такой как заявление о приеме на учебу с указанием выбранной специальности и формы обучения, документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных оценок, медицинская справка установленного образца, сертификат. Здесь потребуется документ, подтверждающий знания иностранного языка, той страны, в которую ты решил поехать. Экзамены прошлых лет вы можете увидеть сейчас на экране. Южная Корея, Германия, Испания, Франция. За подробным примером экзаменов можно обратиться в интернет. Они бывают разных видов. Но для начала проверьте их действительность. В той стране, в которую ты будешь отправлять. Видео, письмо. Здесь ты можешь покреативить. В некоторых университетах просят отправить видео или письмо, в котором ты расскажешь о себе и почему ты хочешь поступить в этот университет. Анкета. Заполнение данной анкеты займет у тебя не более 10 минут. Здесь от тебя потребуется заполнение имя, адреса, электронной почты, номер телефона, а также предоставление фотографии. Укажите конкретное учебное заведение или любые другие пожелания, которые помогут вам подобрать оптимальное учебное заведение и курс. Теперь вам остается ждать приглашение. После того, как вы получите приглашение, теперь остается последнее действие. Это заполнение учебной визы. В каждой стране есть несколько категорий визы. Выберите для себя самую оптимальную и смело можете собирать вещи в поездку. А для вас работали Ольга Рыбкина, Владимир Чекыр. Специально для Студлайв. Продолжение следует... Продолжение следует...